Детский мир Квалкин Почему? К тому, что некоторые люди ведут себя невежливо и совсем не задумываются об этом К счастью, мне такие люди еще никогда не встречались И сама я пытаюсь быть вежливой всегда Интересно, что знают о вежливости наши маленькие коллеги? Давайте узнаем! Важно? Это хорошо, это очень приятно Потому что так не будут ставить в угол А если ударить, это не вежливать, и он заплачет один мальчик Тогда с тобой тоже все будут обращаться хорошо Потому что надо быть послушным Чтобы можно было попросить что-то Хрубиянам нельзя быть Надо быть хорошим человеком Тогда тебя будут увазать люди И не будут тебе самому предавать зла Например, помочь старенькому человеку зайти в автобус Или оступить ему место в трамвае Или помочь ему открыть дверь, чтобы выйти из магазина или из подъезда Если тебе принесли киндер, нужно сказать дятую и поцеловать в щечку Чтобы не драться, а дружно быть Гулять с другом, делиться Чтобы дома не ругали Никогда не драться Чтобы научить другим быть вежливым Вежливость – это когда все говорят вежливые слова Здрасте, до свидания Вам открыть дверь и закрыть Вежливый поступок – это когда не дерешься и не бьешь человека И еще прощаешь Потому что он холосый Вежливый – это хорошие поступки Говорит спасибо, пожалуйста, до побачения, привет Когда тебе конфетку дали, ты сказала спасибо Нельзя обзывать взрослых и маленьких И надо вступать взрослым Грубая мне месля Грубиняем нам Они ничего не купляют И бьют по жопе Что ж, теперь мы знаем, что без вежливости совсем никуда Встает другой вопрос Где же ей обучают? А ты разве не знаешь? В школе такого предмета нет Поскольку институты благородных девиц канули в лету Учит этому сама жизнь Родители, книги, фильмы А ты права, если тебе делают замечания Нужно не обижаться, а прислушиваться Или брать хороший пример со старших? А как отличить плохой пример от хорошего? Интуитивно! Но нам и нашим друзьям повезло Ведь всему мы можем научиться у наших детишек Согласен, смотрим Вежливости можно научиться во дворе В садике или в школе Можно научиться в институте добра Там был мой брат и научился там Книжки И на работе можно У папы с мамой и у дедушки Сестры, братья И в балете учить вежливости Родители и учителя Друзья во дворе Плодоведжи в магазине У своих знакомых можно научиться вежливости В институте В интернете, в планшете, в телефоне Мультики хорошие смотреть Читать хорошие книжки К примеру, надо брать с хороших людей На работе В школе и в садике К сожалению, пока не все люди на земле Вежливы друг с другом И порой нам приходится сталкиваться с хамством И что же делать в такой ситуации? Есть три варианта Дать отпор Промолчать Или дать корректный ответ А ты обычно как поступаешь? Если честно, я настоящих грубьянов еще не видел А если встретишь? Разумеется, попытаюсь сказать спокойно человеку, что он не прав Как поведут себя малыши? Я поступлю вежливо Что не надо Говорить плохие слова Не надо этого сделать Расскажу учительнице Я бы ушел просто А мне с папой я расскажу Скажу Так делать нельзя Не шелушать его Я поступлю как он Я скажу ему Уйди сам Не вежливый Я с тобой не буду вежливым Отлети от меня Ну, Ангел тоже Говорю с Лэйми А я Я откажу и уйду Ну, если он ударит меня Я могу дать ему сдачи Я могу Сказать Почему вы бьетесь И уйду Я его научу хорошим манером Чего ты грубишь? Нельзя научиться у мамы и с папой хорошим примером Дай ему сдачи К портфелям на голове Бить его надо После уйду Кто они? Милицию вызовут Знаете, что? Слова иногда могут не помочь Надо только рассказать это учителям или родителям Чтобы Чтобы это закончилось Ему нужно объяснить, что это некрасиво А если он будет дергать портфелем То есть бить по носу Или по глазам Я ему дам тэш портфелем Спасибо за внимание Программа подошла к концу С вами были вежливые веркумалки Пока! Субтитры сделал DimaTorzok